В этом видео мы проверим, как работает программа Total ESF на новых упаковках Total Quartz 9000. Новый дизайн этикетки. Здесь на лицевой части есть проверочный QR-код, в котором можно проверить подлинность продукта. И мы столкнулись с тем, что на продукции Nissan, которая выпускает Total во Франции, проверка происходит через раз. То есть очень проблематично проверить продукт на подлинность. Поэтому давайте протестируем в данном продукте эту систему и посмотрим. Открываем программу Total ESF для проверки. Нажимаем пропустить, пропустить, пропустить. Нажимаем ОК. Сопоставляем пиктограммы иконки с проверочным QR-кодом. Проверка прошла. Давайте еще раз проверим на всякий случай. По другим углам поставим банку. Проверка прошла. Ну вот видите, проверка прошла у нас безболезненно. Очень многие люди столкнулись с тем, что Nissan, который производит Total в Европе, не проверяется по той же самой системе Total ESF через QR-код. Очень много было нареканий даже на оригинальные продукты. Поэтому Total, я думаю, что немножко подработал систему. Сейчас это проверяется гораздо быстрее и эффективнее. Поэтому новые партии Nissan, которые будут появляться в России, надеюсь, они будут уже доработаны системой. Еще один очень немаловажный нюанс. Вот эта тара сделана в 2020 году. Это свежий продукт. Новая упаковка, новый дизайн уже. Видите, как сделана этикетка? Этикетка сделана как из... Очень плохо сделана этикетка. В общем, это типичная ситуация, типичная картина для французских производителей тары и этикеток в том числе. Это касается Total, Elf и, соответственно, на ОЕМ-продукты, которые они делают для Nissan. Банки сделаны, кончено. Этикетки сделаны также. На продуктах, на многих Nissan новых, из-под пирожек течет масло, выдавливает в процессе перевозки. То есть это настолько непроработанная тара. В европейских странах Франция это самая страна, которая делает самую стрёмную упаковку из всех. Та же самая там Бельгия, Германия и так далее. Они делают практически эталонную тару. Ну, не эталонную, но хорошую, качественную. Но у французы, конечно, это они как слепят что-нибудь. Это вообще ужас какой-то. У людей часто возникают резонные вопросы. Вот они покупают Total, либо Elf, и вот такую вот этикетку видят. Соответственно, у них возникает резонный вопрос. Как это приклеено на заводе? И как образуются такие вот артефакты? Да, это для Франции типичная ситуация абсолютно. Поэтому, если у вас такую вот картину наблюдаете, на Total, Elf или Nissan, либо текущую крышку, это можно считать нормальным, если это сделано во Франции.